Так званый помник туристу в самом центре города из них также нечеканно, как и появился. А эти памяты у самих городзенцев, что стояло на этом месте. Мужчин с фотоаппаратом. Что это было за сюжет? Не знаю. А куда он делся? Не знаю. Я думаю, может быть, люди банально решили на цветное что-то попробовать себя сдать. Копеечный сейчас здорово живет. А может быть, решили модернизировать. Версии такие могут быть, правда? Немножко на попрошайку был похож, извините. Памятник, по-моему, туристу. А куда он делся? Честно, не знаю, но мне он очень не нравился. Мне кажется, он очень диссонировал. Как-то очень, ну, честно, мое мнение, он как-то очень грубый был. Ну, конечно, памятник. Тут стоял некий девак, который нагадывал некого дивного человека, который пришел из леса. Все казали, что это, по-моему, не к туристу. А ли это, на мой взгляд, был помник идиоту? У меня, например, ощущение... Сначала я не поняла, что это такое. Думаю, кто же это такой? То ли пионер, то ли не пионер какой-то такой. Вот полумальчик, полумуж... Мужчина. Вот такое что-то. Какая-то доска была? Доска? Вот туда этот турист деревянный. Много вещей, которых можно придумать. У нас хватает креативных людей, которые готовы придумать какие-то инсталляции. Вообще можно было бы конкурсы делать, чтобы туда поставить, проголосовать народным голосованием и поставить. Ну, возможно, может, с улицы, что-нибудь из истории, да. А как власти должны ставить такие памятники? Советоваться с людьми как-то? Обязательно, я считаю, да. Потому что люди посоветуют лучше, чем посоветуют сверху. Я знаю, что обсуждали, что, по-моему, в Гродно нет памятника Богдановичу. Может быть, что-нибудь из поэтов, кто-то связан с Гродно. Конкретно кандидатуру я предложить сейчас не могу. Не треба засмечивать наш город обычным. В этом городе все кажут, что это город королевский, город палацов. В этом городе повинны стоять памятники великим князям литовским и выбитным людям, которые прославили этот город на весь свет.